Эти фотографии из холла 4-й поликлиники облетели весь интернет, вызвав большой резонанс. 14 марта очередь на сдачу крови превысила привычный наплыв пациентов в разы. Главный врач поликлиники разъяснил ситуацию. К нам обратилось порядка 600 пациентов. За три часа все были обслужены. Сегодня народа меньше. Есть пиковые так называемые дни в поликлинике. Это вторник, четверг. Естественно, после выходных люди стараются заболевать, обращаются по поводу других вопросов в поликлинику. Получают направление на сдачу анализов. И, конечно, там достаточно большое количество пациентов скапливается. Но, тем не менее, пациенты обслуживаются и получают необходимую помощь. Такой поворот вполне ожидаем. Люди встревожены не на шутку новыми правилами, которые с 1 марта ужесточили отпуск лекарств. В итоге те, кто несколько лет не появлялись у врачей, повалили в поликлинике. А чтобы назначить адекватные лекарства, врачи направляют пациентов на анализы. Отсюда и очереди на сдачу крови. Каждая из городских поликлиник уже приняла меры по выписке рецептов без посещения терапевта или узкого специалиста. Люди, которые регулярно наблюдались в поликлиниках, могут получить документ на покупку лекарства от фельдшера. В четвертой поликлинике для увеличения пациента потока оборудовали два рабочих места прямо в холле. Чтобы получить рецепт в упрощенном порядке, человеку нужно лишь обратиться в регистратуру за своей карточкой. Мне все равно нужно проходить, как онкобольной. Да, да, да. Вы, естественно, не лечитесь? Вот. Вы не назначаетесь? Нет, нет. Потому что и так хватает всего. Я вообще с детства терпеть не могу лекарства. Поэтому редко, как говорится. Но тут необходимо. Потому что гипертония, сказали, пожизненно. Вот. Онкологическое пять лет принимать. Поэтому да. Ваш, в принципе, процесс получения рецепта не такой уже напряжённый? Ну, мне кажется, что вот хорошо, что вынесли здесь. Сложнее с пациентами, которые в электронной базе поликлиники не значатся. Им придётся пройти обследование, назначенное терапевтом. В основном идут люди, которые не посещали поликлинику, ну, где-то в ближайший год, может быть, два. Или у которых вообще нет здесь никаких документов. Они переехали из других территорий. И им необходима выписка рецепта. Вот эти, конечно, пациенты создают определённые сложности в работе. А пациенты, которые планово у нас ходят в поликлинику, они имеют на руках у себя либо рецепт хронически больного, которые действуют в течение года, либо им выписаны уже рецепты на препараты, которые действуют два месяца. Поэтому такого ажиотажа какого-то мы не видим. С начала марта в департамент здравоохранения поступало много жалоб на аптеки, которые не продавали ни зелёнку, ни простейшее обезболивающее. В Росздравнадзоре утверждают, такие действия равнозначны нарушению. От того, что не отпускали шприцы, презервативы, пентальгены, цитрамон без рецепта. Потому что большой перечень препаратов, которые отпускаются без рецепта, и больной сам себе, можешь купить препараты первой помощи, не надо идти к врачу. Препараты, которые уже более серьёзные, и самолечение, мы все знаем, что это огромная проблема для нашей страны. Росздравнадзор поставил бы к чему вопрос остро, потому что самостоятельное лечение антибиотиками, особенно молодого населения до 35 лет, привод к угрожающим последствиям, когда при инфицировании, при воспалениях, инфекциях мы больного не можем спасти. То есть применяются уже резервные антибиотики, и хорошо, если они помогают. Эксперты Росздравнадзора отмечают, что списков рецептурных препаратов как таковых нет. Фармацевтам необходимо ориентироваться на аннотации к лекарствам и реестр препаратов. Без рецептурных отпусков, все на витрине препараты, это всё без рецептурный отпуск. Потом много препаратов, от горла, вот это самое, брызгать, таблетки рассасывать. Потом эти противоаллергические, в основном все без рецепта. Ножпа, темполгин болеутоляющий, пенталгин, эти идут все без рецепта, корвалолы идут без рецепта. Ну препараты, антибиотики, потом все препараты, которые в ампулах, ну многое, отпускаются только по рецепту. В правительстве области возмущены отношениям некоторых аптечных работников, которые отказывались продавать жизненно важные препараты астматикам и другим хронически больным людям. Николай Щеглов призвал руководителей всех медицинских учреждений к проблеме лекарственного обеспечения подходить как можно внимательнее, в каждой сложной ситуации разбираться лично. Мы должны слышать нашего потенциального пациента. И сегодня я был и в четвертой поликлинике, и помощники мои были, сегодня посещали поликлиники. В том числе я заходил, общался с коллегами в первую, в центральную аптеку. И нужно обязательно наладить взаимодействие каждой аптеки. Сегодня это должно появиться, если этого раньше не появилось. Конкретное лечебное учреждение, конкретная поликлиника, кто поднимет трубку и звонить должны с аптеки. Если пришел пациент, ему должны уделить внимание, а не отправлять больного человека на больных ногах или сердечника в лечебное время. Все, он уже пришел. Мы единая система. Значит, этот вариант нужно отработать. Николай Щеглов поручил наладить механизм взаимодействия лечебных учреждений с аптеками. Вплоть до того, что в аптечных сетях должны появиться специалисты, консультирующие людей в торговом зале. Недовольных пациентов быть не должно. Четкий механизм работы с выпиской рецептов населению замгубернатора поручил доработать к 17 марта. В этот день состоится региональная коллегия по здравоохранению. Александра Седачева, Владимир Шалободов. События Брянска.